Всем привет! Сейчас мы с вами решим задание под номером 516. Как изменится объем прямоугольного параллелепипеда? Давайте сразу формулу объема прямоугольного параллелепипеда А на Б и на С кубических единиц. Итак, как изменится этот объем, если А его длину увеличить в 2 раза? Итак, длина. Длина у нас, допустим, пускай будет А2, умноженная на А и дальше на Б и на С кубических единиц. Итак, мы видим, что весь объем увеличится в 2 раза. Объем увеличится в 2 раза. Дальше Б. Увеличить его длину в 2 раза, а ширину в 3 раза. Итак, увеличим длину в 2 раза, то есть это будет 2А и ширину в 3, 3Б и на С. Здесь мы понимаем, что тоже стоит умножение, да? Мы можем 2А, тогда смело умножить на 3, это будет 6, и дальше на А, на Б и на С, то, что осталось, кубических единиц. Итак, мы видим, что объем увеличится в 6 раз. Следующее задание В. Увеличить его длину в 2 раза, и так, 2А, ширину в 3, 3Б, а высоту в 4, 4С. Мы можем это умножить у нас все. 2 на 3 это 6, и на 4 24. И дальше еще остается на А, на Б и на С нам умножить. Итак, мы видим, что в данном случае объем увеличится в 24 раза. Задание Г. Как изменится объем, если длину увеличить в 4 раза, а ширину и высоту уменьшить в 2 раза? То есть это будет 1 вторая ширины и будет 1 вторая часть высоты. Итак, как же быть нам в этом случае? Ширина и высота уменьшились в 2 раза. Нам с вами нужно, я здесь запишу, 4 умножить на 1 вторую и умножить на 1 вторую. Как это сделать, если мы еще не изучали дроби? Давайте возьмем сначала первое, вот это 4 умножить на 1 вторую. Что это будет означать? 1 вторая это у нас как бы половина. Если есть целая, то 1 вторая это половинка. То есть если так брать, если заменить действие умножения суммой, то мы либо будем 1 вторую брать 4 раза, либо нам надо взять половину от 4. 4 взять только половину раз. То есть нам нужно 4 разделить на 2. Так же? То есть 4 разделить на 2 и взять только вот эту часть. Это будет 2. То есть 4 умножить на 1 вторую, это будет 2. Далее нам нужно с вами еще 2 будет и еще умножить на 1 вторую. Тот же самый принцип. То есть нам нужно 2 будет разделить на 2. И взять опять-таки только 1 вторую. Равно 2 разделить на 2, это 1. То есть из всех наших чисел, если мы 4 умножим на 1 вторую, потом еще умножим на 1 вторую, у нас останется только 1. Единицу мы записывать не будем. Мы запишем только А, Б и С. То, что у нас осталось, кубических и единиц. То есть объем не изменится. Вот и все. На этом задание мы с вами решили. Если вам понравилось видео, ставьте лайк и обязательно подписывайтесь на наш канал. Если остались вопросы, задавайте их в комментарии к этому видео. Не забывайте заходить в наши группы в социальных сетях. Спасибо за внимание. Увидимся в следующем видео.